Буддийская космология. Пособие по буддизму Открытого университета Тамакая. Читает Туяна Рампиула. Буддийская космология. Раздел 1. Основы знаний о космологии. Главы в этом разделе. Основные термины данного курса. Представления об этом мире и грядущем мире. Источники буддийских знаний о космологии. Краткий обзор раздела. Прежде чем изучать природу существования, важно, чтобы учащиеся сначала овладели ключевым словарным запасом, таким как научная космология, буддийская космология, мир, этот мир, загробный мир, а также их определение. Большинство людей сомневается, действительно ли существуют вещи, которые они не могут увидеть или ощутить, например, этот мир или грядущий мир. Многие верят, что жизнь заканчивается со смертью и перерождения не существует. Такое мировоззрение может стать серьезным препятствием для понимания буддийской космологии, поэтому изучающие космологию должны иметь правильное представление о настоящем и грядущем мире. В настоящее время знания о мире и вселенной мы получаем главным образом путем научных исследований и эмпирического подхода. Но научные знания имеют тенденцию постоянно развиваться, поэтому они не являются полными. Знания великого Будды, Витча, о природе вселенной, полученные им из медитативных исследований, являются неизменными. Ведение Великие достижения и современный научно-технический прогресс невероятно облегчили и улучшили качество жизни человека. Наука сыграла важную роль в развитии технологий. Некоторые даже могут сказать, что наука улучшила человечество. Она разгадала тайны природы, мира и вселенной. Эти открытия были важны для нас, потому что эти явления являются нашим человеческим жизненным пространством и влияют на человеческую жизнь. Таким образом, теории о мире и вселенной всегда актуальны. Кроме того, создается все больше и больше организаций, занимающихся космологическими исследованиями, а космология широко преподается в учебных заведениях по всему миру. На самом деле, технологический анализ природы, мира и вселенной – лишь один из подходов к изучению космологии. В буддизме также есть методы исследования природы, мира и вселенной. Некоторые из буддийских выводов совпадают с научными открытиями, в то время как другие им противоречат. Данный раздел курса направлен на то, чтобы раскрыть буддийский подход к вопросам космологии. Прежде чем приступить к изучению, в первой главе будут представлены некоторые основные термины, которые помогут учащимся разобраться с концепциями в следующих главах. Хотя в мире могут быть доступны и другие учебные программы, посвященные буддийской космологии, но выбор невелик. Открытый университет Тамакая в Калифорнии считает, что предмет космологии является основным для дальнейшего изучения буддизма. Основные термины данного курса Определение космологии Термин космология образован из греческих «космос» – мир, вселенная, гармония, и «логос» – учение, слово. Следовательно, космология – это раздел астрономии, изучающий Вселенную, как единое целое ее строение и эволюцию. Однако в буддизме у данного термина нет четкого значения. В буддистской космологии это понятие объясняется следующим образом. Изучение происхождения мира, Вселенной и всех форм жизни, начиная с их происхождения, сохранения и распада, согласно священописаниям Великого Будды. Существует разница между определениями космологии в науке и буддизме, так как вопросы, изучаемые в обоих видах космологии, схожи. Однако цель изучения двух форм в космологии разная. Научное объяснение направлено на расширение знания Вселенной для новых открытий с использованием научных инструментов. Буддистская космология, напротив, объясняет вечные истины Вселенной, основанные на учениях Великого Будды и направленные на расширение сознания до точного понимания природы, жизни и мира. Определение «Этот мир». Слово «мир», взятое из буддийских писаний, то есть палийского слова «лока», имеет три значения. Мир формации – санкараалока, мир местонахождение – окаасалока и мир существ – саталока. Во всех трех мирах все живые существа имеют форменные и бесформенные чувства. Форменные и бесформенные объекты называются миром существ. Мир, который можно разделить на озера и горы, называется миром местонахождения. Психофизическая составляющая или совокупность в обоих мирах называется миром формации. В общее значение слово «мир» в азиатском смысле означает, Во-первых, планета Земля, пятая по величине планета в нашей Солнечной системе, третья планета от Солнца. Во-вторых, собирательный термин для человеческого мира – небесных царств и царств Брахмы, как обитание живых существ и других форм жизни. Эти миры вместе имеют сферическую форму. В буддийских учебниках слово «мир» имеет широкий смысл, но даже в самом узком его смысле оно имеет три важных значения. Во-первых, мир формаций – санкаралока, означающий тела людей и других форм жизни, состоящий из тела, ума и духа. Во-вторых, мир существ – саталока, не означающий все живые существа, например, людей и животных-чудовищ и т.д. В-третьих, мир местонахождения – окаасалока, означает место, в котором живет животный мир. Это место, где люди зарабатывают на жизнь, и место, где совершаются кармические действия, как хорошие, так и плохие. Таким образом, мир на этом уровне описания включает землю, на суше, воду, небо и Вселенную. В буддизме мир имеет такое широкое значение, благодаря способности великого Будды видеть и знать. Он исследовал реальность мира с полной точностью, так как ничто не могло быть скрыто от его знаний. Из значения мира, упомянутого выше, мы поймем, что космология, изучаемая в этом разделе курса, это прежде всего мир мест, включающий в себя человеческий мир, в метафизическом смысле, который, как и планета Земля, в астрономическом смысле является также место существования людей и частью Лены в целом. Компоненты этой Селены будут предметом дальнейших разделов. Другие определения, которые необходимо понять, являются термины «этот мир» и «грядущий мир». Эти термины взяты из буддистских писаний – Типитака. В веру в существование этих двух миров входит в число десяти пунктов правильных воззрений – Самаддитхи, которые, в свою очередь, являются первым фактором благородного восьмеричного пути – Атангиха Макка, где правильные воззрения относятся к точному пониманию жизни и мира. Понятие «этот мир» относится ко всем трём значениям слова «мир» и включает в себя мир существ, местонахождение и формации. Можно сделать вывод, что «этот мир» – это просто место, где обитают мирские существа, включая наш ум и всех других животных от момента рождения до их смерти. «Этот мир» является миром различий. Все различаются по своему физическому телу, богатству, статусу, интеллекту и предрасположенности. Учение Великого Кудды помогает нам осознать, что различия между нами возникли из-за действий, которые мы сами совершали в прошлом. Степень наших хороших и плохих поступков в прошлом влияет на качество нашей жизни в этом мире. Понятие «грядущий мир» имеет два значения. Во-первых, жизнь после смерти. Жизнь скоротечна. Каждому человеку и животному придётся столкнуться со смертью. Но это не конец истории. Есть её продолжение. Наше физическое существование подходит к концу, когда наш труп кремирует или хоронит. Однако ум продолжает существовать до тех пор, пока остаются ментальные загрязнения. Он примет новое рождение и получит новую физическую форму, детали которой невозможно предсказать. Во-вторых, сфера существования в жизни после смерти. При рождении каждое живое существо приобретает своё место существования. Так, если человек родился в богатой, известной семье, он займёт удобное место в жизни. С другой стороны, если человек родился в бедной семье, он попадёт в место полное лишений. Следовательно, можно сделать вывод, что трудно предсказать точную форму, которую примет грядущий мир для любого конкретного существа. Но несомненно, что мы должны готовиться к грядущему миру до тех пор, пока у нас ещё есть загрязнения в наших умах. Представления об этом мире и грядущем мире Люди разных культур имеют разные верования, в зависимости от того, где они проживают и какие религиозные учения в данном месте являются популярными. Эти факторы сказываются на различных привычках мышления, речи и действий, особенно те, которые касаются их убеждений об этом мире и грядущем. Есть люди, которые отрицают существование миров. Подобного рода убеждения влияют на то, как они думают, говорят и действуют. Эти убеждения существовали ещё за много тысячелетий до появления Великого Будды. Даже после того, как Великий Будда появился в мире, сомнения в существовании этого мира и грядущего мира пропагандируются религиозными учителями вплоть до наших дней. Достигнув просветления, Великий Будда смог увидеть реальную природу существования. Он мог видеть, как живые существа перерождались в соответствии с их кармой. Это позволило ему узнать, что отрицание существования этого мира и грядущего мира ошибочно. Неверие является одним из негативных отношений к миру, известных в буддизме как ложное воззрение, митча дитхи. Поэтому важно понять истинную природу этого и грядущего мира. Существуют они или нет, а также недостатки отрицания их существования. В конечном счете, полезно ли вообще изучать космологию, поскольку она тесно связана с существованием этого мира и грядущего. Доказательства существования этого мира и грядущего В отрицании существования этого мира нет ничего нового. Эта точка зрения существует уже давно и продолжает существовать до тех пор, пока люди не имеют доступа к учению Будды. Великий Будда учил нас верить в существование этого мира и грядущего, или другими словами в то, что смерть – это не конец. Добрые и злые деяния не остаются в этом мире, они накапливаются и переносятся в последующую жизнь после перерождения. Круговорот перерождений бесконечен, пока все ментальные загрязнения не будут искоренены. Кем и в каком мире мы родимся после смерти – это отдельная история. Доказательства существования этого мира и грядущего следующие. Во-первых, логический аргумент. Если смерть является концом, то мы проживаем нашу первую и последнюю жизнь. Тогда все различия между людьми должны быть обусловлены лишь природой, либо воспитанием. Но если бы мы действительно рождались в этом мире лишь единожды, то люди с одинаковой природой, такие как однояйцевые близнецы, должны быть совершенно одинаковыми во всем, будь то их внешность или характер, потому что они генетически идентичны. Однако, даже после рождения они все равно не похожи друг на друга. Если бы воспитание объясняло различия между людьми, братья и сестры, воспитанные одними и теми же родителями, вели бы себя одинаково, и это тоже не соответствует действительности. Отрицая существование прошлых жизней, трудно объяснить эти различия. Однако, если принять во внимание карму, накопленную в прошлых жизнях, различия можно легко объяснить неравным количеством заслуг и неблагих деяний, накопленных в прошлом каждым же человеком. Как упомянул в Великий Будда в беседе с Суппа Тоддая Путта, что качество жизни человека зависит от его прошлой кармы. У каждого существа есть своя карма, они являются наследниками своей кармы, кармы своей семьи, своего рода. Именно действие закона кармы определяет качество жизни каждого существа. Таким образом, каждый человек рождается в новой жизни согласно кармическому возмездию за свои прошлые поступки, речь и мысли. Поэтому, когда в этом мире рождаются однояйцевые близнецы, их карма не одинакова, даже если у них одни и те же мать, и дядь и отец. Закон кармы является логическим объяснением существования мира и грядущего мира. Во-вторых, практический аргумент. Если считать, что смерть – это конец, у человека не будет мотивации совершать добрые дела, потому что любая хорошая карма, накопленная таким образом, исчезнет вместе с человеком. Рассуждая так и не совершая благих деяний, люди на протяжении всей своей жизни, безусловно, будут жить в лишениях, пожиная возмездие за плохие дела, которые и сделали. Если человек отрицает существование этого мира и загробного, он не испытывает угрызения совести, совершая плохие поступки. Но их жизнь будет наполнена трудностями. Наоборот, человек, который верит в существование загробной жизни, будет мотивирован на добрые дела на протяжении всей жизни. Такие люди проживут счастливую жизнь, и даже если они умрут и обнаружат, что загробной жизни нет, вреда не будет. Однако, если все же случится, что загробная жизнь существует, то их следующая жизнь будет наполнена еще большим счастьем. Подробное объяснение существования этого мира и грядущего представляет собой основу для следующих глав. Это сделано не для того, чтобы умолить убеждения, которые уже могут быть у нас, для того, чтобы побудить всех нас рассуждать и дать последующее описание мира и космологии, избавивших от сомнений. Основные вещи, которые нужно понять об этом мире. Важно понимать следующие вещи об этом мире. Во-первых, этот мир имеет происхождение. Означает, что существа в этом мире и их состояние, в котором они находятся, то есть внешний вид, финансовое положение, интеллект или характер, зависят от кармы, которую они совершили в прошлом. Во-вторых, неопределенность этого мира означает, что мир все время меняется и ничто не является постоянным. Например, мы рождаемся сильными и здоровыми, но можем заболеть, если не будем заботиться о своем здоровье. В-третьих, этот мир приносит нам пользу. Означает, что существование в человеческом теле является большим преимуществом, потому что благодаря ему мы можем совершать и накапливать благие деяния. Тело животного не обладает такими способностями. Человеческое царство – единственное место, подходящее для совершения благих деяний. Именно здесь мы можем встретиться с хорошими друзьями Калаяна Митта, включая родителей, учителей, друзей и монахов, которые могут помочь нам советом, как делать добрые дела. В-четвертых, в этом мире ограничено время. Это означает, что наше время в этом мире ограничено нашей неизбежной смертью. Однако мы не можем знать время своей смерти заранее. Это зависит от хороших или плохих поступков, которые каждый человек совершил в своей прошлой и настоящей жизни. Преимущества правильного понимания этого мира Усвоив правильное понимание этого мира, мы становимся мудрее. В результате мы осознанно накапливаем только хорошую карму, насколько это возможно. С этого дня совершайте только благие деяния. Насколько мы будем счастливы в этом мире, зависит от кармы прошлой жизни. Но последствия хорошей кармы прошлого однажды стягнут. Вот почему нам нужно делать больше правильных поступков. Избегайте совершения плохих поступков, за которые неизбежно последует возмездие. Оно может отразиться на нас, наших близких, друзьях и всем остальном окружении. Не тратьте время пустую, не бездельничайте, используйте каждую возможность совершить благие деяния. Ничего не делание не только не приносит нам никакой пользы, но приводит к исчерпыванию заслуг накопленных прошлых жизней. Осознайте, что мы должны использовать свое физическое тело с максимальной пользой для совершения добрых дел. Находитесь ли вы во здравом теле или нет, изучите закон кармы и совершайте только добрые дела. Даже если наше тело физически неполноценно, мы все равно можем использовать его для совершения благих деяний. Как правильно подготовиться к грядущему миру? Осознав преимущество этого мира, важно подготовиться к миру грядущему. Подготовка к жизни после смерти включает в себя следующие четыре практики. Первое. Верить действие закона кармы. Мы должны изучить закон кармы и по-настоящему понять его, чтобы перестать делать зло и совершать благие деяния. Второе. Строго соблюдать заповеди. Следует соблюдать хотя бы пять заповедей и хотя бы время от времени придерживаться восьми заповедей, а лучше – всю оставшуюся жизнь. Помимо увеличения своих заслуг, соблюдение заповедей очистит тело, речь и ум. Третье. Быть щедрым. После смерти мы не можем забрать с собой свое тело или имущество, но мы можем забрать с собой заслуги, полученные в результате совершения щедрых поступков. Четвертое. Развивать умственные способности и становиться мудрее. Медитация помогает в достижении этой цели. Она делает ум спокойным и сконцентрированным, способным видеть и понимать вещи, в соответствии с их реальностью. Таким образом, с помощью полученных знаний мы поймем устройства этого мира и грядущего, описанные Великим Буддой. Изучение космологии необходимо для правильного понимания миров, чтобы осознанно совершать поступки, подведенные человеку время, избегая возможных ошибок. Источники буддийских знаний о космологии Все люди невежественны, когда приходят в этот мир, и у них в голове больше вопросов, чем ответов. Если мы попытаемся вспомнить тот момент, когда мы только родились, то, вероятно, очень мало сможем вспомнить о том, что мы думали или чувствовали. Однако, наверняка мы вспомним то ощущение, когда нас буквально удивляло все вокруг, чем мы прикасались или слышали с первых мгновений после нашего рождения. Научившись говорить, мы начинали задавать родителям вопросы обо всем, что для нас было новым. Даже в юности наше любопытство не угасало, хотя не было таким захватывающим, как в детстве. Но даже в взрослом возрасте мы сохраняем часть своего любопытства. Испокон веков тайность сотворения мира привлекала наибольший интерес как в философии, так и в науке. Человечество необычайно сильно волнует этот вопрос, потому что наша жизнь зависит от знаний о нашей планете для дальнейшего безопасного и счастливого существования. Далее в главе будет рассмотрен буддийский подход к ответу на вопрос о мироздании. Выводы, сделанные буддийскими татологией, могут иметь как сходство, так и отличие от выводов, сделанных научно. В поисках знаний в буддизме Буддизм – это религиозно-философское учение, основанное на причинности. Великий Будда не утверждал, что абсолютно все знания были достигнуты буддизме. Если кто-то говорил правду, Великий Будда признавал ее таковой. Истина, о которой мы здесь говорим, упоминается в буддизме как Дхама. Великий Будда – не изобретатель и не владелец Хам. Дхама – это просто природа вещей в жизни и в мире. Если кто-то способен достичь просветления, этот человек становится способным различать истинную природу вещей. Этими наблюдениями или Дхамой Великий Будда решил поделиться с людьми всего мира, чтобы они тоже могли извлечь пользу из истинного знания о природе вещей. Точно так же и научные законы существовали в мире задолго до того, как ученые их открыли. Словарь буддизма указывает, что, независимо от того, жив Великий Будда или нет, Дхама все же существует как универсальный закон – тама-нияма. Как только Будда понял эти законы, он связал их с другими, установил модели, описал принципы и объяснил их простым для понимания способом, говоря, ищите сами. В этом контексте Дхама означает законы природы, которые Великий Будда описал как неисчислимый. Именно из-за особой способности Великого Будды видеть и знать Яна Датсана и проникать в истинную природу всех вещей, мы называем его знания всезнанием – Сапан-ню-таяна. Однако Великий Будда не передал в человечество абсолютно всей Дхаммы. Он поделился частью знаний о Дхамме, которые позволили бы другим достичь просветлений, достигнув которого они смогли бы сами увидеть природу остальных Дхамм. Знания, которыми он обладал, можно сравнить с листьями целого леса, однако передал он лишь горсть этих листьев, как об этом упоминается в Сисапа-суте. Однажды Великий Будда отправился в лес Сисапа. Он подобрал несколько листьев Сисапы, а затем спросил монахов, находившихся около него. «Чего больше, листьев Сисапы, которые я держу в руках, или листьев на всех остальных деревьях Сисапы в лесу?» Монахи ответили, «Конечно же, во всем лесу больше листьев Сисапы, чем в твоих руках». Тогда Великий Будда объяснил, «Точно так же знания, которыми я не поделился с вами, намного обширнее и глубже. Знания, переданные мной, лишь малая их часть, как эти листья в моих руках, потому что другие виды знаний не служат своей цели. Они не помогают уменьшить озабоченность с чувственностью или облегчить страдания. Космология как часть знаний Великого Будды Космология – это часть знаний, открытых Великим Буддой. Он знал, что все явления произошли в результате действия естественных законов, которые называются Вселенскими Законами – Таманияма. Будда дал скорее краткое изложение содержания Вселенских Законов, чем конкретное описание. Впоследствии комментаторы расширили содержание еще больше и тщательней. В этих письменных текстах было записано пять категорий Законов Природы. Во-первых, физические Законы – Отто Нияма. Это естественные Законы, охватывающие проявление всех неживых вещей, например, возникновение грома и молнии. Возникновение и исчезновение этого мира подчиняется даже этим Законам Природы. В западных буддийских учебниках, как правило, говорится, что древние индийцы понятия не имели, что вызвало закономерности природы. Но буддизм приписывал эти закономерности физическим законам. Во-вторых, биологические Законы – Питча Нияма. Это естественные Законы, присущие одушевленным объектам, таким как растения или животные. Эти естественные Законы объясняют, например, когда мы сажаем рисовые семя, оно вырастает в рисовое растение. Потомство, которого рождает слон, должно быть слоненком. Буддизм приписывает эту предсказуемость биологическим Законам. В-третьих, психологические Законы – Титанияма. Это естественные Законы, касающиеся механизмов работы ума. В-буддизме считается, что человек состоит из двух основных компонентов – тела и ума. Ум состоит из системы, которая позволяет нам работать, изменяться и действовать индивидуально для каждого человека. Буддизм приписывает такую динамику психологическим Законам. В-четвертых, кармические Законы – Хаманияма. Законы о том, что любая накопленная Карма имеет свои последствия. Оно относится к преднамеренным действиям. Намерение и действие делят Карму на два типа – хорошую и плохую. Хорошая Карма вознаграждается, а плохая влечет за собой негативное возмездие. Этот тип Закона также упоминается как Закон Кармы. Пятый, Вселенские Законы – Саманияма. Это естественные Законы, которые имеют дело с причиной или следствием всех ментальных и физических явлений. Этот Закон имеет самое широкое определение и является основным среди четырех уже упомянутых типов Законов. Великий Будда открыл все пять Законов Природы, но не обучал ими всеми. Он подробно писал Вселенские Законы, уделив особое внимание психологическим и кармическим, и не углубляясь в физические и биологические Законы. Напротив, наука подчеркивает значение физических и биологических Законов в рамках Вселенского Закона, но не придает значение кармическим или психологическим Законам. Это подход и отключает Буддизм от науки. Буддизм имеет более широкий и глубокий анализ жизни и мира, чем наука. Важно понимать, что Вселенские Законы охватывают все остальные четыре типа Законов. Верно то, что Буддизм фокусируется на кармических и психологических Законах, но он не отвергает физические или биологические, которые находятся в центре научного внимания. Поэтому Буддизм стремится не противоречить науке. Знание Дхам позволяет понять устройство Вселенной и достичь состояния просветления. Переданные Великим Буддой знания направлены на облегчение страданий и тревоги. Источники буддийских знаний о космологии Эмпирические методы изучения являются источником большей части научных знаний. Правильные результаты эмпирического исследования обычно верны потому, что предмет исследования не так сложен, а результат исследования не вполне основательный. Эффективность исследования ограничена из-за недостаточности инструментов исследования. Еще один способ получить знания и правильно понимать вещи – это изучение ума. И для этого не нужно полагаться ни на какие инструменты. Спокойное и устойчивое состояние ума, достигнутое путем последовательной медитации, является отправной точкой для открытия истинной жизни. В случае успеха знания достигается за счет образов, появляющихся в уме, или, согласно буддийской терминологии, способности видеть и знать. Янатасана или видение силы ума. У тех из нас, кто принадлежит к научному веку, могут быть сомнения относительно потенциала ума для открытия вселенских законов. Поэтому нам нужно сначала исследовать, как функционирует ум. Исходное состояние ума кристально чистое. Однако, как только ум оскверняется загрязнениями, он принимает ненормальное состояние, затуманивается, искажается и рассеивается, ухудшая свое качество и подрывая силу. Однако, если ум культивируется до состояния покоя, приведения способностей восприятия памяти, мышления и знания к единой точке в середине тела, наш ум вновь обретает свою силу. Это подобно тому, как рассеянный солнечный свет с фрикусированной линзой создаёт пятно в достаточном количестве тепла, чтобы прожечь дыру. Наш ум очень похож. Как только ум сосредоточен неподвижности на одном месте, наша мысль пойдёт глубже, а не рассеяется. Следовательно, ум получает способность сделать много удивительных вещей. Другой пример. Обычно мы рассматриваем скорость света как максимально возможную скорость во Вселенной. Однако, скорость света всё же меньше скорости ума. Предположим, что мы недавно посетили страну, находящуюся за 10 тысяч миль. Испоминая об этом, нашему уму требуется всего лишь доли секунды, чтобы снова вернуться в эту страну. Наш ум может путешествовать не только в настоящем, но даже отправляться в прошлое и будущее, что свидетельствует о его чудесных способностях. Знания, исходящие от тренированного ума, не являются исключительными для буддизма, но фактически предшествуют ему. Отшельники, аскеты и духовные лидеры древних времён сосредотачивали свой ум, чтобы получить доступ к знаниям посредством ментальных видений. Но образы, которые они видели, могли быть фрагментарными или неполными. Они учили других своим знаниям, раскрывая такие вещи, как знания небес или мира Брахма. Они предполагали, что высшие сферы существования, которые они видели, были предельными. Великий Будда пришёл в этот мир после множества перерождений и, следовательно, имел полное знание о природе живых и неживых вещей в мире, о возникновении и распаде мира, космологии и происхождении всех существ. Он передал свои знания другим в виде совокупности знаний, вещаях, которые являются высшим уровнем знания о буддизме. Это высшее знание известно как тройственное знание, тэвича, и состоит из, во-первых, знания своих прошлых жизней и воплощений, пу-пэ-ни-ва-са-ну-са-ти-яна. Это способность вспоминать собственное существование одну, две, десять, сто или тысячи жизней назад. Во-вторых, знания предыдущих жизней других существ. Ту-ту-па-па-та-яна. Это способность знать, как карма существ повлияла на их рождение и смерть в цикле бесконечных перерождений, наделяя их лучшим и худшим качеством жизни, в зависимости от накопленных благих и неблагих деяний. Другое название этой способности – небесное око. Типа-та-ку. В-третьих, знание, позволяющее освободиться от всех загрязнений. Ас-ва-ка-я-яна. Тройственное знание, особенность воспоминаний о собственных предыдущих жизнях, позволило пути узнать об эволюции Земли со времен ее возникновения и распада. Тот факт, что были такие эпохи, о которых узнал Будда из своего тройственного знания, доказывают, что Земля не всегда была такой, как сейчас, как и Вселенная и все остальное. Практикуя буддийское учение, мы тоже сможем однажды достичь просветления и узнать природу Земли и Вселенной. Буддийская космология непостижима для концептуального мышления. Как упоминалось ранее, буддизм – это религиозно-философское учение, основанное на рассуждениях. Однако, есть некоторые вопросы, о которых великий Будда не призывал людей рассуждать рационально. Будда обозначал такие вещи непостижимыми концептуальной мыслью. Хотя на первый взгляд это может показаться противоречивым, на самом деле Будда осознал ограниченность мирского понимания. Требуется достаточное количество медитаций, чтобы понять эти вопросы, как уже упоминалось в описании, происхождение буддийского космологического знания. Объяснение Будды вопросов, непостижимых для концептуального мышления, появилось в Ачинти-Тасуте следующим образом. Силы Будды Пута-Висая То есть диапазон сил, которые он развивает в результате становления Будды. Силы, развитые через погружение Яна-Висая То есть диапазон сил, которые можно получить, достигая погружения в медитации. Последствия или возмездия за наши действия То есть точные результаты кармического закона. И философский анализ природы мира То есть предрасположение о происхождении мира и т.д. Из этой сутты мы увидим, что рассуждения о том, кто создал Землю, как это произошло или как Земля придет к своему концу, непостижимы для концептуального мышления. Это очень долгий промежуток времени, в течение которого наша Земля возникла. Существует и распадается. И его можно описать только с точки зрения неисчислимых ионов. Асан-кая-капа Опытным путем доказать это невозможно. Чем больше мы размышляете о том, тем более запутанным это становится, пока, наконец, вы не сойдете с ума. Мы должны быть озабочены тем, как освободиться от этого мира. Необходимо использовать знания о круговороте возникновения и распада, чтобы осознать важность совершения благих дел и в конечном итоге избежать круговорота существования. Для этого необходимо тренировать свой ум с помощью медитации, понять истинную природу вещей и очиститься от всех ментальных загрязнений. Цель изучения космологии Начальные этапы буддийского учения сосредоточены на поощрении людей совершать добрые дела и стремиться к тому, чтобы освободиться от страданий. В результате исследования таким учением они достигают истинной цели своей жизни, чтобы освободиться от загрязнений, достичь нирваны и вырваться из круговорота существования. Поскольку наша жизнь в этом мире коротка, у нас нет времени, чтобы оставаться в неведении о таких вещах, как космологии. Будда не имел цели подробно рассмотреть каждый пункт предмета космологии, но объяснил вопрос возникновения, сохранения и распада мирских явлений. Вооружившись его учением, люди начинают опасаться излишней чувствительности и концентрируются на медитации в соответствии с примером, приведенным в буддийских писаниях. В то время Малунгкия стал буддийским монахом. Он хотел получить четкие ответы о том, постоянно ли земля или непостоянно, об этом мире и о грядущем. Малунгкия предполагал, что Будда не сможет ответить, но попросил его, сказав, что если великий Будда знает ответ, он не должен оставить ни тени сомнения в уме Малунгкии. Однако, если великий Будда не знает ответа, он должен в этом признаться. Если великий Будда ничего не ответит, он идет из монашества. Великий Будда спросил его, «Убеждал ли я когда-нибудь вас дать ответы на эти вопросы?» Монах Малунгкия согласился, что такого никогда не было. Великий Будда продолжил, сказав, что даже если кто-то будет угрожать, желая получить ответы на эти вопросы, он скорее умрет до того, как Будда согласится ответить. И этого человека можно сравнить с тем, кого подстрелили отравленной стрелой. В то время, как его родственники будут пытаться отвезти его к врачу, раненый будет отказываться принимать помощь и требовать ответить, кто стрелял в него, как его имя, был ли он высоким или низким, черным или белым, где он жил, из чего сделана стрела и так далее. Этот человек умер бы напрасно, продолжая задавать эти бесполезные вопросы. В первую очередь, ему было необходимо излечить свои страдания, а не получать ответы на эти вопросы. Наконец, Будда пришел к выводу, что он даст ответы только на те вопросы, которые помогут людям избавиться от страданий, освободиться от чувственности, стать умиротворенными, счастливыми, обрести мудрости знания и достичь нирваны. Это сутно поясняет, что Будда не делился бесполезными знаниями. Некоторые вопросы монаха-малунки непостижимы для концептуального мышления. Они являются дальнейшим знанием. Концептуальные ответы на такие вопросы бесполезны, чтобы помочь нам освободиться от страданий. Мы должны сосредоточиться на практике до тех пор, пока не добьемся успеха. Только так мы действительно можем узнать больше. Но мы не достигнем прогресса, если будем тратить время на поиски бесполезных ответов. Космология относится к тем вопросам, которые не поддаются концептуальному мышлению. Будду учил чуламалункия оваттасутэ, чтобы предостереть людей, не быть безрассудными и недальновидными. Наш мир непостоянен, и он призывает использовать каждый момент жизни для совершения благих дел, накопления позитивной кармы и достижения истин жизни посредством медитации. Субтитры создавал DimaTorzok